За время кампании по вакцинации в регионе полностью привились от коронавируса 216 612 человек. В российском рейтинге по вакцинации регионов Чувашия остается в середине списка на 51 месте. Но темпы все время наращивает. При этом статистика по заболеваемости продолжает приближаться к рекордам ноября прошлого года. Только за сутки положительный тест на ковид получили 75 человек. Выписались из больницы по выздоровлению 72 человека. Между тем опасения у врачей вызывает тот факт, что Чувашский республиканский кардиологический диспансер все чаще-чаще принимает у себя именно таких пациентов. Наиболее частыми осложнениями после ковид стали заболевания сердечно-сосудистой системы. В морфлоте служил до волейбола играл. Про таких говорят здоров как бык. До 65 Геннадий Константинов не знал, что такое хронические заболевания. Осенью прошлого года тяжело перенес коронавирусную инфекцию. Переболел одновременно с женой. Потом восстанавливались. Вроде на поправку. Спустя два месяца коварный вирус дал осложнение на сердце. Диагноз – аритмия. А это большой риск развития ишемического инсульта и так называемой внезапной сердечной смерти. Часто ли коронавирус дает осложнение на сердце? Да, часто. В 30% как правило уже есть сведения, что она осложняет именно и течение хронических заболеваний, и способствует возникновению новых заболеваний. Именно патологии сердечно-сосудистой системы. Как правило это воспалительного характера, миокардиты. Они именно способствуют возникновению аритмии. Какие препараты принимаете? Я принимаю сейчас препараты сердечно-сосудистой, обритение, кровь разжижающие. Чуварский республиканский кардиодиспансер провел необходимое исследование пациента. Коронографию, кардиоверсию. Настала очередь радиочастотной абляции легочных вен. Это сделают уже федеральные специалисты в клинике Санкт-Петербурга. 24 августа Геннадий должен быть уже там, но страшно боится снова подхватить ковид. Все старания врачей будут впустую, если я не пройду прививку. Конечно, по пути, я боюсь, что в пути исследования могу заразиться повторно коронавирусом. Этого допустить я не могу. Я могу принять защиту в свою пользу и, конечно, принять решение привиться. К тому же у меня есть знакомые, которые очень тяжело заболели, плохо перенесли эту инфекцию. Даже некоторые, к сожалению, не выжили. На сегодняшний день вакцинация – наиболее эффективная профилактика коронавирусной инфекции. Противопоказаний для проведения прививки у Геннадия Николаевича не выявлено. Первую прививку он перенес удовлетворительно. Поэтому сегодня ему ввели уже второй компонент спутника ВИИ. Екатерина Шеверова, Николай Скворцов, Республика.